Здравствуйте, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня я расскажу вам, как я перенесла ковид, какие последствия у меня остались через полгода, и насколько я победитель по жизни, что я привелась, и вышла новость, что переболевшим продлили QR-коды на полгода. Поднять эту тему решила в связи с тем, что подписчики моего телеграм-канала, кстати, подписывайтесь, во-первых, на этот канал, во-вторых, на телегу, ссылочка будет в описании, если вы хотите со мной пообщаться, узнавать свежие истории до того, как они вышли на ютуб, до того, как я вообще собралась их снимать, потому что, может быть, я их вообще снимать не буду, но побомбить мне куда-то надо, поэтому я бомблю в телегу. В общем, подписывайтесь, пишите там, будем с вами общаться. Также я нарисовала новые рисунки, теперь сзади меня те рисунки, которые рисовала я, а на стриме сзади меня будут рисунки, которые рисовали мои подписчики. И, собственно говоря, если вы хотели бы оказаться в их числе, да, вы можете как бы тоже рисовать, я распечатаю и повешу на стеночку. Я уже выпускала видео о калит, непосредственно в процессе своей болезни, я жаловалась на то, что врачи не могут меня выписать месяц, потому что они не знают, где я нахожусь. Алло, я звонила вам три раза. Однако, прошло полгода, у меня не восстановились некоторые запахи, у меня не восстановилось восприятие вкуса. Например, малину, малину я теперь не могу переносить ни на запах, ни на вид, ни на вкус, это просто отвратительно. Малина, мне кажется, теперь это самая худшая ягода из всех, которые есть. Врачи, когда мне послушали, короче, вот эта вот фиговинность, стетоскоп называется, по-моему, или как, пишите, короче, в комментариях я потому что не помню. Кто-нибудь из вас точно помнит. Короче, послушали мне спину, сказали, что лёгкие не повреждены, типа хрипов нет, ничего нет, всё нормально. Но по ощущениям какой-то процент там всё-таки остался. На аппарате меня не проверяли, и мне кажется, что надо сходить провериться, потому что отдышка у меня появилась прям такая, дай, боже, я. На днях я ещё раз привелась, и потом мне сказали, что продлили, продлили QR-код. Я такая, ну, чё ж делать, лучше привиться, чем не привиться. До этого, типа, говорили, что на полгода, и у меня, по идее, мой QR-код достигает 16-го числа, а с 20-го, по идее, они продляются ещё на полгода. Так что у меня, типа, вот эти 4 дня выпадают, как бы, на то время, когда я работаю, и если придёт проверка, да, и будет проверять QR-коды, то моему начальству улетит, и, значит, улетит вне, скорее всего, на меня уполит, скажет, что я не могу работать, и всё, вот это вот, кому это нафиг надо? Тем более, я не знаю полных условий вот этого продления. Возможно, у меня закончится 16-го, и всё, и, типа, даже если настанет 20-го, у меня он не продлится. А так, у меня хотя бы есть один компонент прививки, ну и чё, и всё, теперь ждать второго, пока я не умерла, и ладно. Хотя в прошлый раз была очень интересная история о том, как я сходила в кино, там кашляли дети, и я такая, мне кажется, после этого раза я точно заболею, и, знаете, заболела. Но это были просто симптомы ОРВИ, и я такая, ну, типа, насморк, ну, это сезонный, это вообще может быть аллергия. Температуры не было, ничего не было, кроме насморка, да, такой лёгкой слабости. Я, короче, пошла, привелась, и на следующий день слегла с температурой. Нарушение запаха, нарушение вкуса, отдышка, да, вот эта вот слабость. По-моему, стандартный набор. Возможно, я стала тупее, возможно, стала, ну, типа, немножко, немножко хуже себя чувствовать. В каком-нибудь моральном плане, ну, знаете, вот эта вот штука, которая была у меня, когда я в историях в инсте плакалась, она продлилась неделю. Но это было уже сугубо после ковида, и, ну, достаточно много времени с этого момента прошло, и я подозреваю, что всё дело в гормонах. Также, если вы досмотрели до этого момента, пожалуйста, подпишитесь на мой новый твич-канал, потому что старый в теневом бане, вы никогда не увидите больше его онлайн, даже если я буду онлайн там, буду вести прямую трансляцию. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на новый, опять же, ссылка в описании, там мы будем с вами каждый третий, каждый четвёртый день посмотрим. Я буду анонсировать это в телеге, будем там с вами и играть, и рисовать картинки, и рисовать стикеры для телеги, и всё, что захотите. Может, даже петь будем. Если вы болели ковидом, пожалуйста, напишите в комментах, как вы это принесли, какие у вас остались последствия, там, может, были у вас какие-нибудь осложнения, как вы себя сейчас чувствуете, стало лучше, хуже, в общем, всё это пишите в комментариях, и спасибо за просмотр, и пока!